Дорогие друзья, вы на канале Микос ТВ и сегодня мы снимаем очередную классенькую рпшку. Пришел я к дяде Толе и все-таки поставил вижмагарыч. Он говорит, Саня, сегодня проблемка, говорит, у меня проблема, говорит, на поле. Короче, он посадил в этом году, ребята, горох и он засох. Ну, говорит, так как, видите, у него домик не такой сильный и крутой, а дядя Толя не сильно бедный, ну, бедненький, потому что вот, посмотрите, кто не смотрел прошлую рпшку. Всем советую посмотреть прошлую рпшечку. Вот такого вот дяде Толе мы газончик завели. Ну, так как он мне помог, я ему сейчас поеду на поле и помогу своему дяде Толе. Так что давайте мы, ребятки, отправляемся ко мне, юмезика заводим, дисочки цепляем и едем культивировать горох этот. Конечно, дядя Толя в этом году печально, конечно, получилось с ним. Ну, сейчас что-то будем делать. Сел я, ребята, уже в свой юмезик. И сейчас мы, ребятки, откроем задний лючок. Мне многие подписчики просят, чтобы я задний люк открывал, потому что им сильно нравится. Так что, ребята, всё для вас. Так, сдаём назад. Вон, мои ребята, комбайн стоит. Ничего нового не поменялось. Так что, сейчас будем цеплять... Ох, немножко зацепил. Сейчас будем цеплять дисочки и отправляться там на шестое поле. Это недалеко, кстати, за... Ну, тут недалеко. Сейчас увидите, я вам покажу. Так что, цепляем наши дисочки. Всё, гидравлику выжили. И отправляемся, ребятки, на поле. Потихонечку сейчас будем ехать. Ну, и у Мэзик, конечно, эти диски потянет. Сейчас поможем дружку нашему, дяди Толе, потому что он и так... Я, конечно, ребята, с него денег не буду брать, потому что... Он с меня денег тоже не брал, когда я у него брал ЗИЛ. Ну, только на солярочку дяди Толя дал, потому что я солярку там тоже свою заливал. Когда брал ЗИЛ у него. Вот так мы, ребята, отправляемся к дяди Толе на поле. Вот это, ребята, седьмое поле. А следующее поле дяди Толе. Оно, конечно, небольшое, а там почти как наше поле. Ну, дядя Толя в этом году, конечно, попал. А мы, ребята, с того поля, кто помнит, я говорил... Никто, конечно, не угадал в комментариях. С того поля мы собрали восемь с половиной тонн и сдали на десять тысяч. Так что, ребята, вот так вот нормально. Ну, первое поле, первые деньги, как говорится, нормально. Так что, ребята, вот тут мы где-то заезжаем. Вот его поле. Как вы видите, гороха тут уже полностью, он засох. Конечно, он твердой. Ну, дядя Толя все-таки решил, говорит, давай его задискуем и посадим что-то, говорит. Либо какую-то семечку, либо пшеницу, мы еще подумаем. А вы, ребята, обязательно пишите, что можно посеять на дядя Толином поле. Потому что дядя Толя говорит, давай, чтобы ты его обработал. Говорит, потому что у тебя в этом году самый лучший урожай тут. Так что мне дядя Толя дает свое поле в распоряжение, так можно сказать. Так что вот так вот мы дисочки разложили уже. Вот они уже разложили. И, ребята, мы опускаем их. И сейчас будем уже культивировать или дисковать. Какая разница, ребята, я не понимаю. Напишите в комментарии, какая разница культивировать и дисковать. Так что сейчас мы обходим края. Конечно, жалко этого будет горошка. Ну, а что, ребята, поделать? Он полностью засох. Так что, увы. Все, ребята, пошли мы горох дисковать уже. Вот так у нас получается. Ну, тут работы, я вам скажу, на часа два примерно. Так как мы близко живем, мы можем не переживать. Так что можно даже тут трактор оставить, если вдруг. Давайте немножко включим свет. Ну, нам края надо хорошо так обойти. Я хочу, чтобы было очень красиво. Потому что хочу приятное сделать дяди Толин. Так что вот так вот дискуется. Смотрите, как хорошо диски тянет U-Masic. Так что будем, ребята, дисковать. Ну, что, ребята, вот так вот получается. Смотрите, какая земля стоит сразу чистенькая, земель. Так что надо кинуть в этом году хорошо тут удобрения. Уложится, конечно, по бабам, по деньгам, конечно, много. Так что вот так вот получается. Так что приступаем мы, ребята, работать. Потому что работа кипит. Садимся. Откроем, ребята, еще дверьки сейчас на U-Masic. Потому что жарко. Вот так вот разворачиваемся. И продолжаем работать. Захват я не знаю. Примерно где-то метра три в этих дисках. Так что... Работать. И работать нам еще примерно 2-3 часа. Вот хорошо получается. Хорошо. Тут очень хорошее поле. Я, конечно, дядя Толя в этом году немножко, как можно говорить, промахал. Потому что грох в этом году был дорогой. А вот он и засох у него. Ну, он уезжал на заработки. Он хотел заработать копеечку. Но, видите, не получилось у него. Так что сейчас в этом году я, можно так сказать, возьму у него эту земельку в аренду. И что-то тоже посеем. Потому что на той земле я, ребята, хочу построить хранилище. Хранилище для зерна. Потому что хочу купить много полей, взять в аренду. И посмотрим, как получится у нас. Там будет созерно храниться. Ну, там, конечно, немножко поле останется. Но там, ребята, и мы построим хранилище. И там его останется чуть-чуть. Возможно, я там и построю даже базу. Если вы хотите, чтобы я там базу построил. Но это надо много лайкосиков набрать. Давайте набираем на этой рпшке 60 лайков. Если набирается на этой рпшке. Не зависит от даты. Ну, не будет. Ну, сколько наберется 60 лайков. Если наберется 60 лайков, то строим базу обязательно. Именно на этой рпшке, если набирается 60 лайков. Если пишут в комментариях, построй базу. То мы там, ребята, и хранилище, и построим такую мини-базу. Так что вот так мы продолжаем. Культивировать. Или... Не, правильно будет дисковать. Потому что мы диски им натягаем. Так что включим, давайте, ребята, свет. Так что нам было удобно работать. Приехал, ребята, дядя Толя. Всё, привёз мне покушать. И сейчас сел на юмзы. Говорит, да, я поработаю немножко. Ну, да, ему поработать. А я, ребята, пока кушаю. Он приехал тут проверить. Говорит, как моя тут земелька. Я говорю, это нормально, ваша земелька. Говорит. Я ему говорю. Он говорит, ну, хорошо получается. Хорошие у тебя тут дисочки. Говорит, на, тут я тебе супца привёз и картошки с мясом. Так что, ребята, если вы любите картошку с мясом, ставьте лайк. Так что, вот так он работает. А сейчас я, ребятки, буду садиться в ЗИЛ. Сейчас немножко перекушу. А дядя Толя пусть пока поработает, потому что он хочет. Ну, он говорит, ты пока покушай, чтобы время, говорит, не терять. Я пока поработаю. Так что, ребята, сейчас я буду кушать, а потом приступать. Я уже покушал картошечку с мясом. И вот такой вот дядя Толя мне помог кусочек тут всё-таки добить. Сейчас я сделаю вот тут загоночку. И уже буду тоже продолжать. Возможно, потом дядя Толя ещё раз поможет. Так что, мы, ребята, посмотрим. Ну, тут ещё немножечко осталось. Примерно тут ещё гектар. Ну, так, на глаз я так прикидываю. И будем работать. Конечно, на улице так прохладненько. Ну, дверь открыл, потому что у меня тут кондиционер, ребятки, не работает. Закончилось там заправить его забыл. Так что, открыли дверь и работаем так. У нас воздух, как кондиционер немножечко. Так что, вот так вот получается. Конечно, немножко неровно, но потом мы как-то выровняем. Так что, приступаем потихонечку, работаем. Солярочки у нас нормально. Кушает немного и немало. Так что, вот так вот, ребята. В общем, ребята, мы почти закончили. Ну, посмотрите, какие там тучи идут. Сейчас, наверное, как дождь увалит. Так что, нам надо, ребята, очень быстро сейчас заделать вот этот кусочек и отправляться домой. Потому что, сейчас, как дождь увалит, мы тут, ребята, и станем просто трактором. Сейчас давайте быстренько все-таки закончим вот этот кусочек. И уже будет нормально, все будет довольны. Как раз сейчас земля будет такая влажненькая. Пойдет дождь, она мочит, размокнет. И можно будет потом уже подсохнет. И потом уже можно будет сеять. Так что, вот так вот видите, помогли дяди Толя. Дяди Толя там уже довольный. Только говорит, давайте быстрее, быстрее. Потому что, сейчас дождь пойдет, он переживает с ними. Он и так, конечно, с этим полем намахался. Так что, ребята, вот так вот мы закончили. Отправляем сейчас домой. Поднимаем наши дисочки. Слаживаем их. И будем отправляться домой. А то вдруг сейчас дождь пойдет. Все, приехали мы домой. Конечно, ребята, погода, не удивляйтесь. Только что было пасмурно, намечался дождь. Ну, уже разошлись тучи, уже почти ясно. Ну, сейчас уже вечер. Так что, вот так вот мы поработали. Помогли сегодня дяди Толе. Ну, а кому такая РП-шка понравилась, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто новенький. Нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить новые РП-шки. Ну, а с вами был Микус ТВ. До скорых встреч. Всем пока-пока.